Доброе утро коллеги. Тема нашего сегодняшнего вебинара жизнь без аллергии. Аллергия один из самых распространенных недугов, мешающих нормальной жизни. Но современная медицина позволяет аллергикам жить комфортной и полноценной жизнью вне зависимости от сезона. Предлагаем вашему вниманию лекцию от врача-аллерголога-иммунолога на тему современных методов диагностики, профилактики и лечения аллергии. Основные вопросы, которые будут освещены в рамках вебинара, это понятия и виды аллергии, современные методы диагностики, основные методы лечения и профилактика аллергических заболеваний. Наш сегодняшний эксперт Овсянкина Ольга Владимировна, врач-аллерголог-иммунолог, член Российской Ассоциация аллергологов и клинических иммунологов, Европейская Академия аллергиков и клинических иммунологов, Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России. Я с удовольствием передаю слово Ольге Владимировне. Добрый день, уважаемые слушатели. Спасибо большое за представление. Действительно, зовут меня Овсянкина Ольга Владимировна. Я врач-аллерголог-иммунолог. И сегодня мы поговорим о такой актуальной теме, как аллергия, как с ней жить, как с ней бороться и что же можно сделать, чтобы облегчить участь аллергикам. Для начала, что такое аллергия? Довольно часто говорят, что аллергия – это иммунитет сел, упал, нарушился и поэтому вот она развелась, аллергия. На самом же деле аллергия – это избыточная реакция иммунной системы на чужеродные вещества. Организм эти вещества воспринимает как угрозу и пытается с ними бороться. Как же развивается аллергия? Есть два больших этапа, как оно происходит. Сначала организм встречается с будущим аллергеном. Аллерген попадает в организм, начинают вырабатываться специфические антитела и эти антитела присоединяются к определенным клеткам. Клетки эти называются тучные. И получается вот такой вот ежик, тучная клетка и на ней антитела. Это первая фаза – фаза знакомства с аллергеном или, иначе говоря, сенсибилизацией. В этот момент человек еще ничего не чувствует и никаких проявлений аллергии у него нет. А вот уже при повторном контакте, когда аллерген попадает в организм, он связывается с этими антителами и образуется такой большой комплекс. Тучная клетка, на ней антитела, на ней еще аллерген. И вот когда образуется такой большой комплекс, начинают выделяться из клетки определенные биологически активные вещества, например, гистамин. И вот эти уже вещества вызывают те реакции, которые человек расценивают как аллергические и начинают появляться симптомы аллергии. В целом сейчас наблюдается мировая тенденция к распространению аллергических заболеваний. Есть разные гипотезы и теории на этот счет. Мне нравится теория чистоты. Это когда в более развитых странах аллергических заболеваний больше. Почему так происходит? Возможно, это связано с тем, что раньше организм больше боролся с различными паразитами, бактериями. А потом, учитывая то, что стали лучше правила гигиены, асептики, антисептики, организм стал бороться с тем, с чем на самом-то деле бороться совершенно не обязательно. С чем же? На что бывает аллергия? Аллергия бывает на пыль, на плесень, на животных, на яду перепончатых крылок, на медикаменты, на продукты питания и на растения. И учитывая, что сегодня у нас уже летний такой период, теплый, то, конечно же, акцент у нас будет в первую очередь на аллергию на пыльцу растений. Или, иначе говоря, пыленоз, сезонная аллергия. В целом, выделяют три периода пыления. Длительность и сроки этих периодов, безусловно, будут различны в зависимости от географического положения, погодных условий. Конечно, они будут разные там в северных регионах, в южных регионах. Есть леса, те регионы, где больше леса, те регионы, где степные края. И поэтому у каждого будет превалировать свой сезон. А также из года в год могут меняться условия полинации. То есть пыльцы может быть больше, может быть меньше. В целом, особенно по средней полосе России, в весеннее время у нас пылят деревья. В начале лета это луговые, или, иначе говоря, злаковые травы. В конце лета и в начале осени это сорные травы. Вот для южных регионов, степных регионов, очень актуальны сорные травы. Там начало их пыления начинается рано, заканчивается поздно. Самой травы много, и поэтому пыльца она дает много. Для нас, например, для города Москвы, очень актуальны деревья. У нас их много, и поэтому пыльца и проявление реакции именно на эту пыльцу для нас очень значимо. Еще бывает такая интересная вещь, что, например, жил человек где-то в южных регионах, и реакция у него была, соответственно, на сорные травы. После переезда, например, в Москву, первые пару лет нет особой реакции ни на что, ну, потому что в Москве, в общем-то, сорных трав немного. Вот. А после этого начинает развиваться реакция на деревья, то есть на то цветение, которое в этом месте наиболее значимо. Какие же симптомы полиноза? В первую очередь, это, конечно, симптомы со стороны глаз и носа. Это заложенный износ, течет из носа, чихание, отделяемый из носа, зуд в области глаз, слезы течения, покраснение глаз, зуд носоглотки. Вот это вот ощущение того, что все на лице чешется, зудит и отекает. А также могут быть симптомы со стороны нижних дыхательных путей, такие как кашель, одышка, затруднение дыхания, хрипы, свисты при дыхании. Тех людей, у которых есть проявление атопического дерматита, и он на фоне всех вышеперечисленных симптомов имеет право ухудшаться. В целом, из года в год есть некая тенденция к ухудшению этих проявлений. То есть, если начало начинается с проявлений со стороны глаз и носа, то на следующие года, на следующие, на следующие, может быть уже присоединение со стороны нижних дыхательных путей. Как же нам найти этого виновника? Как вообще находят виноватые во всем аллергены? И это относится даже не только к пыльте, а в принципе ко всей аллергодиагностике. Для начала нужно понять, что, где и когда происходило. Потому что довольно часто мы слышим на приеме, что приходят и говорят, доктор, у меня аллергия. И все. Что за аллергия, когда она была и где, нужно обязательно рассказать. Тогда будет более понятно врачу, что же делать и кого занести в список подозреваемых агентов. Потому что часто существует практика сдать на все абсолютно аллергены и смотреть. На самом деле, аллергологическое обследование – это не скрининговое обследование. И сдавать на все подряд совершенно нецелесообразно. Ну, например, у человека какая-то реакция, которая происходит в январе. Ну, в общем, держит снег, никакой пыльцы вообще в принципе нет. В общем, сдавать на пыльцу совершенно нецелесообразно. Или какой-то продукт, который человек никогда в жизни не ест, но зачем-то сдавать на него и искать аллергию на этот продукт, который явно не может быть тоже ни в чем виноват. А также существует такая вещь, как латентная сенсибилизация. То есть по анализам чувствительность есть, а клинических проявлений никаких нет. Поэтому, прежде чем сдавать на конкретные аллергены, имеет смысл проконсультироваться с доктором и посоветоваться, что же стоит сдать. Какая бывает диагностика? Ну, конечно, в первую очередь это кожные пробы. Про них, наверное, слышали очень многие. Что-то там на коже накапали, поцарапали, и проявилась реакция. Действительно так, кожные пробы, когда наносятся аллергены на кожу и проводятся либо скарификации, иначе говорят царапки, или прик-тесты, это такие маленькие проконы. И тогда можно наблюдать за реакцией. В зависимости от степени выраженности реакции мы определяем степень чувствительности к данному конкретному аллергену. Кожные пробы проводятся не всегда, они проводятся в период ремиссии, то есть тогда, когда нет у человека какого-то обострения ярких проявлений, а также тогда, когда не принимаются антигистаминные препараты, чтобы это были достоверные показатели. Еще существует лабораторная диагностика. Это специфические моноглобулины клергены. Вот их можно проводить абсолютно в любое время года и на фоне приема антигистаминных препаратов. Они никак их не нарушат в результате этих анализов. Сдают сейчас очень разные анализы. Можно сдать к конкретному аллергену, можно сдать к смеси аллергенов, например, к смеси пылицедеревьев. Можно сдавать панелью. Лаборатории сейчас предлагают очень различные варианты. Даже существует компонентная аллергодиагностика, то есть не просто на молоко, а на компоненты молока. Это то, что по диагностике. Вот нашли мы с вами все-таки виновный аллерген. Что же мы с ним будем делать? Ну, конечно, изначально всегда существовало такой способ, как ограничить контакт с аллергеном. Для каких-то аллергенов это возможно сделать? Например, для животных, для определенных продуктов. Для каких-то аллергенов это довольно сложно. Для пыльцы полностью нивелировать крайне затруднительно. Хотя, в общем-то, существует такой способ, как уезжать в другие регионы на период пыления. Но последние пару лет нам показали, что уехать не всегда бывает возможным. Поэтому здесь немножко сложновато. Дальше это симптоматическая терапия, то есть та терапия, которую назначает доктор, конкретно в период обострения, которая позволяет уменьшить проявление аллергии. И аллергенспецифическая иммунотерапия, о которой я расскажу чуть позже. Несмотря на то, что полностью ограничить контакт с пыльцой довольно сложно, все-таки мы стараемся это делать, стараемся, давая какие-то простые рекомендации, как минимум в период активного пыления стоит меньше времени проводить в парках, лесах и полях, чтобы не летела пыльца активно и яростно на ваше лицо. Постараться меньше открывать окна, использовать кондиционеры. Если окна открываете, то делайте стараться в безветренную погоду. Можно вешать мокрые марли на окна или сетки, стараться чаще их протирать, эти сетки, ну и дома влажную уборку делать как можно чаще. То есть такое физическое ограничение пыльцы. На улице целесообразно носить очки, маски. При возвращении домой смывать с себя всю пыльцу, с волос, с лица умываться, одежду, которую ходили на улице, оставлять в коридоре или сразу ее стирать. Ну опять-таки такое физическое ограничение пыльцы. Так как этот период все-таки для организма не самый простой, то стараемся рекомендовать избегать профилактических прививок в это время, инвазивных манипуляций, оперативные вмешательства, ну конечно плановые какие-то, да, на экстрене это все не распространяется. Аккуратно относиться к приему лекарственных трав, к использованию фитокосметики с различными экстрактами тех растений, на которые в принципе у вас есть реакции, которые могут быть перекрестными. Теперь симптоматическая терапия. В общем-то в принципе стандартная терапия, которая используется в сезон пыления растений. Да, конечно, это антигистаминные препараты второго поколения. Это препараты, которые позволяют минимизировать проявления, не вызывают активной седации. Их сейчас очень-очень много. Разные действующие вещества и торговые названия. Всегда можно выбрать тот, который будет работать лучше именно на вас. Это спреи в нос. Сейчас используют гормональные спреи. Они не оказывают никакого системного глобального воздействия, поэтому в сезонах можно смело использовать. Перед их использованием нос нужно промыть. Если нос совсем-совсем не дышит, выраженный отек, то тогда можно сначала сосудосуживающие спреи использовать, а потом уже лечебные. Так как они работают небыстро, то стали создавать такие комбинированные спреи, там где есть гормональный компонент, это антигистаминный компонент. И эти препараты уже будут работать быстрее. И есть капли в глаза, тоже обычно антигистаминные, которые используются в это время. Также существуют определенные барьерные средства для носа, которые создают пленочку. Их используют перед выходом на улицу. Такие целлюлозные чаще всего средства. И эта пленочка, она закрывает слизистую полость носа, и аллерген меньше к ней крепится. Конечно, это не скафандр, чтобы полностью перекрыть слизистую, это невозможно сделать, но хотя бы как-то минимизировать. Вот это та терапия, которая используется базисно, то есть мы прикрываем основные точки, нос, глаза и в целом антигистамин. Конечно, если начинаются более тяжелые симптомы, симптомы со стороны нижних дыхательных путей, то обязательно после консультации с врачом препараты добавляются. И таблетированные, и могут быть инъекционные, могут быть ингаляционные препараты. То есть та терапия, которую я сейчас рассказала, она может быть усилена разными способами, методами, но это уже после консультации, отдельно в каждом конкретном случае. И переходим к аллергеноспецифической иммунотерапии. Это как раз то, на чём я хотела бы сделать акцент, потому что именно этот способ является единственным способом патогенетического лечения, то есть профилактический метод. И это сейчас золотой стандарт лечения во всём мире, не только в нашей стране. Что позволяет данный способ сделать? Он позволяет уменьшить проявление аллергии, снизить количество принимаемых медикаментов и, главное, предупредить вот эту трансформацию аллергического ринита в бронхиальную астму. Вот те два слайда, да, когда переходят из симптомов, которые глаза-нос в симптомы нижней дыхательной пути. В чём смысл этой терапии? Смысл данной терапии – введение аллергенов в организм и приучивание организма к данным аллергенам. То есть эта терапия позволяет показать организму, что на самом деле те агенты, с которыми он борется, они вовсе неплохие, и бороться с ними не надо. ЧТОСИД может проводиться с 5-летнего возраста. Бывает два таких глобальных вида, каким можно проводить данную терапию. Это инъекционная, то есть это уколы, которые проводятся подкожно. А также подъязычная или сублингвальная терапия. Это таблеточки или капли, которые рассасываются, держатся под языком 1-2 минуты в зависимости от типа аллергена. Значит, инъекционные аллергены в Российской Федерации на данный момент остались только российского производства. А европейских аллергенов сейчас у нас нету последние несколько лет. А вот подъязычные препараты, они европейского производства. Среди тех, которые зарегистрированы в РФ, это клещи домашней пыли, береза, злаковые травы и амброзия. Мы надеемся, что в перспективе будет зарегистрировано больше препаратов, и мы больше сможем предложить вариантов лечения нашим пациентам. В большинстве своем сейчас тенденция идет именно к использованию подъязычных препаратов. Это удобно, безопасно и очень-очень эффективно. Любая ситтерапия проводится на протяжении от 3 до 5 лет. Проведение одного года азит дает только очень короткий эффект и не целесообразно. Конечно, провести азит всегда хорошо, но вот если его провести 3 или 5 лет, то тогда эффективность будет на протяжении длительного времени, порядка 7-8-9 лет. Это не значит, что в сезон ни разу человек не чихнет, ни разу не выпьет ни одной антигистаминной таблетки. Но это значит, что ему будет значительно легче. Этих таблеток антигистаминных может быть значительно меньше, а то и не быть в зависимости от сезона. И самое главное, не будет вот этого перехода в азму, насколько это возможно. В зависимости от того, какой аллерген, будет лечение это пыльцой или пылью, есть разные протоколы лечения. При аллергии на пыльцу проводится предсезонно-сезонная подготовка. То есть за несколько месяцев до начала сезона начинается прием аллергена и заканчивается, в общем, практически с концом сезона. При аллергии на клещи и домашней пыли оси проводятся круглогодично и может быть начато в любое время года, если нет других аллергенов. Чаще всего осень такое назначают. Терапия назначается именно врачом-аллергологом, потому что какой есть аллерген, какой аллерген важный, именно им и проводят. При аллергии на деревья мы проводим деревья, при аллергии на злаки – злаками. И первый прием препарата при сублингвальной терапии происходит всегда в кабинете аллерголога, так как терапия – это все-таки провокационная. На нее могут быть реакции. И доктор-аллерголог должен эти реакции оценивать. Для сублингвальной терапии это в основном местная реакция, хорошо контролируемая, но обязательно нужен тот врач, который их будет наблюдать. Здесь на слайде представлены, в общем-то, те сублингвальные препараты, которые на настоящий момент в нашей стране существуют. Здесь я отметила несколько ресурсов и приложений, которые могут помочь людям с аллергическими заболеваниями. Осид.ру.ру Там есть различные памятки, а также отмечены аллергологи, которые проводят осид. К сожалению, пока это еще только Москва, Подмосковье, Рязань, Владимир, то есть такие близлежащие города. Но будем надеяться, он будет расширяться, отмечать и в других городах врачей. Полинклап или иначе Пыльца Клоп. У них есть сайт, есть приложение, там есть мониторинг пыльцы, тоже можно отмечать свое состояние и различные памятки в помощь. Аллерготоп. Тут тоже мониторинг пыльцы. На самом деле ресурсов сейчас прибавляется и можно наблюдать даже в обычном Яндексе, можно просто забить мониторинг пыльцы и он его выведет и покажет, сколько в данный момент именно в вашем регионе пыльцы и как долго еще эта пыльца будет сохраняться. Вот в общем-то основное, о чем я вам хотела рассказать и конечно же сделать в первую очередь акцент на том, что с аллергией можно жить качественно, просто надо немножко этим заняться, приложить некоторые усилия и тогда будет значительно лучше. Жизнь и сезон будет для вас приятным и адекватным. Спасибо за внимание. Теперь, видимо, вопросы. Спасибо вам за информацию, очень полезную. И рубрика «Вопросы-ответы». Я сейчас вам зачитаю. Вопрос от Юлии. Нужно ли придерживаться кормящей маме гипоаллергенной диеты? Ну, на самом деле, гипоаллергенная диета это такая довольно специфическая вещь. Значит, что касается кормящей мамы. В первую очередь нужно рассматривать, что происходит с ребенком. Если у ребенка нет никаких высыпаний и проявлений вообще никакой аллергии, то глобально ее придерживаться, в общем-то, нет никакого смысла. А дальше надо понять, у самой этой мамы она аллергик, не аллергик, ребенок аллергик, не аллергик. Диету просто так использовать, если от нее нет каких-то проблем от этих продуктов, в общем-то, нет никакого смысла. Поэтому сначала нужно знать ситуацию. Спасибо. Далее вопросы про препараты. Что вы думаете про препарат «Сталараль» и насколько безвреден препарат «Лоратадин»? Так, совершенно разный препарат. Значит, «Сталараль» – это препарат, как раз-таки, который относится к аллергеноспецифической иммунотерапии. Есть «Сталараль березы», есть «Сталараль клещей домашней пыли». То есть мы проводим специфическую терапию этими препаратами. Отличные, замечательные препараты. Да, мы ими лечим, ими проводим. Уже много-много лет используют «Сталараль», французский препарат. Хорошая эффективность, адекватная переносимость. Просто нужен тот аллерголог, которым будет лечить. Что касается «Лоратадина», обыкновенный антигистаминный препарат, который, в общем, имеет право на прием. Да, вполне хороший препарат. Вопрос от Евгения. Может ли аллергия возникать при гормональном сбою в виде очаговых зудящих высыпаний на теле? Вот очаговые зудящие высыпания на теле, это немножко непонятно. Это могут быть различные дерматологические заболевания. То ли это крапивница, то ли это дерматит. Не очень понятно. Всегда, когда есть какие-то высыпания на коже, их надо смотреть. Вот формат именно вот этой завязки аллергии, гормональный сбой и прочее. Если предположить, что это, например, крапивница, на фоне гормонального сбоя, да, гипотетически возможно, но тогда это крапивница не аллергическая, но она крапивница. Поэтому в первую очередь здесь надо обратиться к врачу, который посмотрит и поймет, а что это вообще за высыпание. То ли крапивница, то ли дерматит. И тогда уже от этого, ну, соответственно, после постановки диагноза уже можно говорить о причинах и лечении. Спасибо. Вопрос от Ирины. У ребенка 10 лет, очень сильная аллергия на березовую пыльцу. Антигистаминные препараты 20-часового действия помогают только на 10-12 часов. Можно ли давать их чаще или чем-то заменить? Вот, вот это как раз то, о чем я и говорила, да, то есть вся та терапия, которую мы назначаем в сезон, она совершенно не обязана помогать полностью. Несмотря на то, что антигистаминные 24 часа работают, они вместе со всеми теми спреями в нос, в глаза не обязаны полностью перекрывать всю симптоматику. В общем-то, осид придуман был не зазря, а просто потому, что симптоматическая терапия неэффективна. Да, антигистаминные препараты при необходимости в сезон можно принимать 2 раза в сутки, несмотря на то, что, в общем-то, они 24 часа, а по инструкции только раз. Да, можно, но здесь имеет смысл подумать, возможно, их стоит скомбинировать с другими препаратами, особенно если есть у ребенка кашель, да, есть еще антиэлектриеновые препараты, которые можно назначить. И оценить, какая терапия в нос и в глаза. 10-летнему ребенку, пока заносит однозначно детский возраст, организм реактивный, и ждать улучшения просто так в сезон, на будущие годы, ну, в общем, не имеет смысла. То есть ребенку надо будет проводить в перспективе осид. Но антигистамины в двойной дозе можно в самые худшие периоды. Спасибо. Далее вопрос про животных. Можно ли определить аллергию на конкретное животное перед тем, как принять решение о приобретении собаки и кошки? И еще вопрос в дополнение. Может ли быть такое, что на кота нет аллергии, а на кошку есть? Аллергия на животных – штука такая довольно интересная. Вообще, в принципе, если есть аллергия на какое-то животное, то очень-очень высока вероятность того, что она будет развиваться и на всех других. Например, человек там жил с собакой, на собак у него развилась аллергия, а на кошку он никогда не жил, и в общем, в ине было никаких проявлений. Но потом он может завести кошку, и через некоторое время может развиться и на кошку в том числе. То есть для того, чтобы определить аллергию, она должна уже развиться. Поэтому и анализы-то, в принципе, сдают тогда, когда аллергия уже развилась. Это вот тот самый первый слайд, когда сенсибилизация вырабатывается. Поэтому сдать анализы, конечно, по крови можно абсолютно на всех животных изначально, но если вы с этим животным практически не контактировали, то и вообще никогда не жили с этими животными, то имеет право изначально не показать. На конкретное животное можно поставить нативный аллерген, то есть когда срезается подшерсток, и именно с этим аллергеном ставятся пробы на руке, вот как кожные пробы, но только с подшерстком этого животного можно посмотреть. Но, в принципе, есть такая рекомендация, что если на животных вообще, в принципе, есть реакция, то заводить их, так скажем, довольно опасно в формате того, что она может всегда развиться. Гипоаллергенных животных не бывает. Никакие ёрки, волосы человеческие, лысые, нету гипоаллергенных животных. Почему на одно животное может быть, на другое не может быть? Это зависит от количества белка, то есть реакция аллергическая, она идёт, в общем-то, ни на что-то эфемерное, она идёт на белок. Есть свои белки у кошки, есть свои белки у собаки, они все разные породы возраста, разный гормональный статус, разной мытости, чистости, они, в общем, живые, поэтому они не могут быть все одинаковыми. И, конечно, на каких-то животных это будет чуть больше реакции, на какие-то, может быть, меньше реакции, на какие-то вообще её как бы нету, но какой-то период, да, вот когда достигает определённого порогового уровня, когда человек начинает чувствовать, эта реакция имеет право развиваться. В принципе, что касается там осид от животных, в Европе он существует официально, в России официально препараты для осид от животных пока не зарегистрированы. Вот как бы такая история с животными. Да, спасибо за ответ. Далее вопрос. Что вы думаете про лечение аллергии методом АЛТ? Ну, есть официальные методы лечения, которые прописаны в стандартизованных рекомендациях, придуманных, в общем, и даже обычными врачами-аллергологами, да, о которых выводится целая ассоциация аллергологов, как европейских, так и российских, и методом ауто-лимфоцитотерапии не проводят это лечение. Действительно, такой метод существует, о нём говорят, но нет, не надо. Надо лечиться тем, что доказано, то, что имеет за собой, в общем-то, наблюдение, фундаментальную основу тем, что прописано и доказано. Поэтому аллергеноспецифическая иммунотерапия это то, что будет в перспективе, и то, что развивается, и то, что давно уже существует, и доказана на эффективность. И очень приятно, когда приходят пациенты, и говорят, ну как так, я там 5, 10, 15 лет страдаю от этого своего полиноза, и вообще не лечился, пью бесконечные таблетки, а тут первый год осита, уже такой замечательный эффект. Вот в этом году в Москве очень сильная полинация деревьев, очень много пыльцей было, и много дебютов полиноза, и много тех, кто реагировал не ренитом, конъюнктивитом, а реагировал осматическими проявлениями. А вот те, кто были на сети, те пришли и сказали, ну надо же, какой лёгкий год по полинации. Вот это доказывает эффективность данной терапии. Да, я добавлю здесь отзыв от Елизаветы. Она пишет, что у меня полиноз и перекрёстная пищевая аллергия, плюс на некоторых животных. Прошла осит третий год подряд, планирую четвёртый курс. Состояние намного лучше. Спасибо, что рассказываете об этом. Да, сейчас очень многие аллергологи, они действительно рассказывают, стараются популяризировать этот метод, чтобы больше людей знало, и действительно начинают узнавать, и приходят, и прям просят конкретно именно эту терапию, что не может не радовать. Тут ещё вопрос про наследственную аллергию. Пишут, что у отца аллергия на все спиртные напитки при употреблении внутрь. Соответственно, у меня и у других сестёр то же самое. И она проявляется покраснением лица. Получается, что аллергия передаётся по наследству. Так, тут два таких как бы момента, да, то есть этот вопрос надо разделить на два. Слушайте, прямо за последние два дня, вот у меня вчера был приём, и как раз реакция на алкогольные напитки почему-то рассказывали, ну, мне кажется, через два на третьи люди. Какая-то, видим, сейчас тенденция. Значит, во-первых, что касается наследственности. Ну, аллергия – это генетически детерминированное заболевание. То есть это заболевание не прямого наследования, да, у отца на алкоголь, у меня на алкоголь, а это склонность к атопии, то есть склонность реагировать аллергии. Это не значит, что если у родителя там на пыльцу деревьев, то у ребёнка будет на пыльцу деревьев, да. Это может быть абсолютно на другой аллерген, абсолютно другими проявлениями, и не обязательно. Ну, как бы есть некая такая статистика, что если мама аллергик, то то, что у ребёнка проявятся какие бы то ни было аллергические заболевания в различной степени, ну, процентов 60. Если и мама, и папа, то, конечно, процент повышается там до порядка 80. То есть да, это генетически, но посредственное заболевание. Поэтому-то и вылечить прям на 100% полностью мы его не можем. Что касается истории с алкоголем. Знаете, на самом-то деле, прям такая истинная аллергия на алкоголь, это, в общем, не всегда верное утверждение. Во-первых, алкоголь у нас влияет на сосуды, да, он сосуды что делает? Расширяет. Поэтому то, что от алкоголя краснеет лицо, ну, так честно говоря, краснеет то у четверти населения. На самом-то деле. Вот. Особенно краснеет от вина. И особенно от красного вина. А иногда и пятнами покрывается и лицо, и зон декольте. То есть сосуды-то расширяются. Плюс к этому алкогольные напитки, они являются сильными гистаминолибераторами. Что это такое? Это вот как раз в том числе относится к гипоаллергенной диете, да, то есть что в этой диете? Там сильные продукты и напитки гистаминолибератора. То есть те, кто способствуют выбросу гистамина, или иначе говоря, вызывают псевдоаллергические реакции. То есть вот тот гистамин, который выделяется при контакте аллергеном с телом, он может выделяться от употребления некоторых продуктов, ну, там, напитков, соответственно, и сам по себе, без вот этого комплекса, который образуется вот там, где ёжик и аллерген. И поэтому эти продукты их ограничивают. Здесь есть дозозависимый эффект, да, то есть чем больше, тем, в общем, краснее. Эффекты вот с вином очень активно, активно, есть эффект качества, тем качественнее, тем, тем меньше. И эффект крепости, чем более крепко, тем обычно хуже, да, особенно если открепленное какое-то вино. И также эффект, а с чем, собственно, оно сочеталось, да, если это там чуть-чуть вина, чуть-чуть шоколадки, чуть-чуть креветок, еще там, не знаю, клубники, еще чего-то, вроде всего, по чуть-чуть, а вместе в совокупности довольно много вот таких гистаминолиберирующих продуктов. Поэтому могут быть различные пятна и покраснения. Но на вино это прям вот очень частая, очень распространенная стандартная реакция. Да, некая наследственная предрасположенность есть как минимум сосудистая реагировать, а также склонность к чувствительности, к таким гистаминолибераторам. Но вино это продукт переработки изначально из винограда. Поэтому, если на виноград, в общем-то, и нет какой-то явной реакции, то и тут, скорее всего, это реакция псевдоаллергическая. Да, спасибо за ответ. Теперь вопросы про детей. Делали ребенку осид три года подряд. Первый год помогло, проявления были меньше. Далее, как будто осид никогда и не делали. Теперь у второго ребенка поленос на пыльцу березы, третий ребенок тоже склонен, поленос в августе проявляется. Стоит ли возобновить осид первому и начать осид другим детям? Значит, нужно понять четко, чтобы это был нужный препарат, если это в августе, то нужно понимать, каким препаратом проводить, потому что от сорных трав у нас, к сожалению, не все есть еще хорошие стандартизованные препараты для осид, то есть чем проводились российскими водно-солевыми аллергенами, антиполином или это был аллерген амброзия, и в какой там дозе все это проводилось, как долго. Тут имеет смысл однозначно, ну, надо тоже понять, что по анализам, чтобы это четко была причинно-следственная связь, да, то есть что есть реакция клиническая именно в период пыления там того растения, на который есть реакция, есть подтверждение лабораторное или там по кожным пробам, и именно этот аллерген в нужной дозе на длительное время и назначен. Проводить имеет смысл всем, у кого вот эта последовательность действий проведена, то есть нужен доктор-калерголог, который будет этим заниматься. Детям точно целесообразно. Спасибо. Вопрос от Регины. Была у аллерголога, сделали пробу на пыльцу, но у меня подозрение на то, что аллергия на солнечные лучи в весенне-летнее время. Аллерголог развела руками. Я не знаю уже, как с этим бороться. Значит, на солнечные лучи солнце это ультрафиолетовое излучение. Аллергия у нас идет на, ну, в большинстве случаев на белковый фактор. На солнце у нас фотодерматоза. Не совсем это прям аллергия-то называется. Потому как это не то, что мы можем взять в руку. Это не вещество. От солнца каких-то глобальных защищающих вещей, кроме как крема с высоким уровнем, МСПФ, одежда, постараться там не ходить в активное время на улице, в общем, не будет. Что касается, не очень понятно, какие проявления, собственно, если на солнце, я так понимаю, какие-то кожные высыпания. Тогда, конечно, там никакая ни пыльца, ни оси не будет значима. Вот. Если помимо там кожных высыпаний есть еще какие-то проявления, там, ренит, конъюнктивиты, и есть реакция на пыльцу, и жить эти проявления мешают, тогда там имеет смысл этим заниматься. То есть надо понять, какие проявления. Если это проявления, связанные с солнцем, ну, да, к сожалению, фотодерматоз то заболевание, с которым надо найти способы ужиться. Да, спасибо за ответ. Как отличить пищевую аллергию от краснухи? Ну, как? Краснуха – это инфекционное заболевание, которое имеет свою симптоматику, да, то есть это интоксикация, это температура, там определенные элементы сыпи, они совершенно другие. Пищевая аллергия – это вообще прям из другой области под пищевой аллергией, смотря что понять. Пищевая аллергия может проявляться в виде отеков, в виде крапивницы, имеет четкую взаимосвязь с употреблением конкретного продукта, да, то есть по сути своей пищевая аллергия – это съел человек продукт, у него есть высыпание. Не съел человек продукт, у него нет высыпания. А если, там, проснулся человек с температурой, насморком, там, не знаю, больным горлом, катаральными проявлениями, у него сыпь на теле, вот, с утра, ночи он ничего не ел, ну, конечно, никакого отношения к пищевой аллергии иметь в принципе не может. Поэтому для краснухи, там, надо вызвать либо врача-педиатра, если это ребенок, да, там, терапевт, инфекциониста, то есть это прям совсем разные вещи, просто надо обратиться к врачу. Вопрос от Ольги. Какими препаратами можно почистить организм перед приемом курса антигистаминными препаратами для вывода из организма аллергенов? Так, то есть, если я правильно понимаю вопрос, то нужно какими-то препаратами почистить перед приемом антигистаминных препаратов. Никакими препаратами чистить перед приемом антигистаминных препаратов не надо. Вообще не очень понятно, от чего, собственно, мы чистим. Да, ну, как бы, чистят нас чем обычно? Ну, с сорбентами, да, всякие там, антеросгель, уголь и прочее. Чистят что? Чистят они, ну, исключительно, на кишечник. И то, в общем, ну, как бы так надо. Тоже есть некоторые моменты, в которых надо с осторожностью. Ну, при, там, термотите, ну, можно, да, их иногда назначить, особенно, если там была какая-то погрешность в диете. Ну, да, можно. Перед приемом антигистаминных ничего чистить не надо. И вообще вот эта тенденция бесконечная чего-то в организме чистить, она, в общем, не всегда целесообразна. И антигистаминные его никак не загрязнят. Они работают-то сутки, чего-нибудь там загрязнять-то будут. Так, надеюсь, ответила. Вопрос от Виталия. Со скольки лет можно взять пробу на аллергены у ребенка? Если это кожные пробы, ставятся они, ну, стандартно лет с пяти, то есть тут надо понимать, можно даже чуть раньше, надо понимать, чтобы ребенок высидел с этими самыми пробами, да, то есть не шевелился, а там 20 минут полежал, посидел, смотря где их ставят, там, на руке, на спине. И это, в общем, зависит еще немножко конкретно от каждого ребенка, да, ну, стандартно там лет с пяти. По крови можно брать раньше практически, в общем, тогда, когда начинаете замечать какие-то проявления, если это кровь из вены. Вот. Вот. Да. Спасибо. Насколько эффективен в настоящее время препарат Тафен? Пользуется им уже несколько лет. Тафен относится к, в общем-то, назальным гормональным спреям, давно существующим препарат. В целом эффективный, можно немножко поварьировать, но тут как, немножко разные торговые названия, разные производители, и поэтому в целом эффективный, да, там, по веществам, ну, можно немножко поиграть, например, поиспользовать при необходимости те препараты, где еще добавлен антигистамидный компонент. Ну, в целом, да, вполне эффективный препарат. Имеет право. И еще один вопрос по препаратам. Возможно ли такое, что при частом приеме цитрина он перестает работать, и нужно переходить на более сильные средства? Перестает работать, да, возможно. Может организм немножко привыкать к молекуле. Мы тогда стараемся менять на антигистамидный препарат с другим действующим веществом. В формате более сильные. Да нет их более сильных-то. То есть вся вот эта теория того, что там есть третье поколение, четвертое поколение антигистамидных, ну, в общем, не совсем так. То есть это просто все, все оно же второе поколение, просто немножко изменена конфигурация молекул, из которых сделаны эти антигистамидные препараты. Поэтому, да, его менять можно. Насколько поможет другой антигистамидный, это вопрос, потому что если, в принципе, они не работают, то они не работают. Иногда, как я сказала, используется двойная доза. Такое тоже возможно. Ну и дальше надо смотреть, в чем еще как бы изначально жалоба, может быть вообще другая терапия. Но, возможно, да. Тут еще вопрос про применимость АСИПа при существующей астме. Конечно. Конечно, АСИП проводится при астме, и он сделает эту астму легче, если она проводится тем аллергеном. Значит, что касается астмы, ее нужно законтролировать. То есть там должны быть определенные показатели на функции внешнего дыхания в норме. То есть, приходя к врачу-аллергологу, надо все рассказать, делается функция внешнего дыхания. Если астма находится не в контроле, то есть она должна контролироваться, либо она там легкая, и какие-то токсизонные проявления имеет, тогда там какого-то постоянной терапии не требует. Либо, если это постоянное проявление астмы, то возможно там использование ингаляционной терапии. И на фоне терапии от астмы, в том числе ингаляционной, принимается АСИП. И если астма завязана на реакции на этот конкретный аллергент, то она и будет легче. Просто астма, она далеко не только аллергическая бывает. Поэтому в тот момент, когда она уже развелась и стала не только аллергической, то не всегда АСИП может ее полностью перекрыть. Ну да, конечно, при астме это прям, да, показания. Может ли разлиться аллергия на кошку спустя длительное проживание с ней? Может. Может, и часто так бывает. Да. Может еще довольно часто бывает, что жил-жил там с кошкой 10 лет, потом там 2 года не жил, потом там какую-то кошку, собаку, кого-то взял, и все. И вот прям развелась. После такого периода отсутствия реакции. И так же просто, что жили-жили, и потом случилось. Да, может. Вопрос про анализы. Какой анализ может показать, есть ли вообще аллергия или нет? Иммуноглобулин Е – это тот самый анализ, или есть какие-то другие? Вот на что коллегам обращать внимание при сдаче анализа? Значит, есть общий иммуноглобулин Е. Это крайне не специфичный анализ, который может быть в норме при аллергии, может быть повышен без аллергии. Но это тот анализ, который положен по стандартам обследования, которые часто запрашивают страховые компании. Поэтому он не специфичен, и, честно говоря, в общем, ни о чем нам толком не говорит. А для конкретной постановки диагноза требуется специфический иммуноглобулин Е, который ставится, смотрится конкретным аллергеном от предполагаемой аллергии на пыль. Мы берем специфические иммуноглобулины Е к домашней пыли, прям к смеси, да, то есть глобально разворачивать к какому там именно клещу, какой там именно пыли, в общем-то, в большинстве своем не нужно. Вот. А мы смотрим прям конкретно к смеси. Есть на пыль, все есть на пыль. К деревьям. Есть деревьям, есть деревьям. Ну, а дальше уже начинаются там тонкости, когда там требуется конкретным аллергенам, там какой-то молекулярной диагностики. То есть специфические иммуноглобулины Е. Обращаю внимание, что Е, потому что в некоторых лабораториях существуют еще специфические иммуноглобулины G к различным продуктам, называются там всякими непереносимостями. Вот их делать не надо никогда. Они не показывают, это давно уже установлено, только иммуноглобулины Е. Спасибо. Ребенку 10 лет, иногда едем к родителям в гости и возникает аллергия в виде сильного кашля. Наблюдаемся у аллерголога и иммунолога. К аллергосезону подготовку ежегодно проходим. Из препаратов назначили на заваль, из антигистамина их назначили эриус, планировали осид, но пока отменили, так как процент аллергенов в крови маленький. Скажите, пожалуйста, барьеры нового поколения для ребенка 10 лет. И плюсом вопрос, входит ли лечение осид в программу ОМС? Так, во-первых, если есть кашель, то это уже такие, в общем-то, не самые прогностически благоприятные симптомы. Здесь вообще имеет смысл подумать о назначении мантулокаста, это антилектриеновый препарат, скомбинировать его с антигистамином. То есть, например, утром антигистамин и вечером мантулокаст, чтобы кашу немножко подприкрыть. Барьерные. Да, ну, нет, они не будут барьерные и сильно там чего-то прикрывать, да, если сильнее называли, не прикроют ничто. Осид. Не очень понятно, что значит маленький процент аллергенов в крови. То есть, маленький класс, первый класс получается, как вот это вот, надо понять, какой, да, то есть все, что со второго класса по специфическим ИГЕ, значит, можно уже проводить осид. Вот. Но получается, реакция-то есть клиническая, есть ли там эсенофилы в периферической крови в период обострения, делалось ли ФВД в период кашля и обострения, да, то есть надо посмотреть на функцию внешнего дыхания, возможно, там есть обструкция какая-то. Вот. То есть тут как-то немножко надо, ну, как-то еще, наверное, с доктором проконсультироваться, да, посмотреть в сезон, оценить в сезон, такая более уже частная ситуация. А барьерные методы единолично не помогут. Надо понять, что действительно, вот только как-то получается странно, да, на аллергию процент маленький, а при этом нужны барьерные способы, но осид проводить нельзя. Ну, в общем, надо как-то еще, да, следоваться. Вопрос про уходовую косметику, если есть аллергия на косметические виды кремов. Что в таком случае делать, как подобрать правильно, чтобы не проявлялась аллергия? И еще вопрос про гель-лак. Может ли проявиться аллергия на нанесение гель-лака? Совсем-совсем не в тема, но да ладно. Значит, что касается гель-лака, да, может, бывает, бывает довольно часто, причем на некоторые компоненты, бывает так, что есть на гель-лак, да еще и на клей, которыми там ресницы наращивают, да, может. Значит, что касается диагностики, а нет ее у нас, в нашей стране нет патч-тестов, которые были бы для диагностики контактных таких дерматитов. Что касается вообще аллергии на косметику, надо видеть, надо понимать в виде чего проявления, что это там дерматит, покраснение, и что за косметика, да, потому что есть очень активная уходовая косметика, да, которая содержит в себе кислоты, ретиноиды, которые сами по себе вызывают покраснение, довольно часто обострение различных кожных заболеваний. Есть кожа сухая, есть кожа сагны, есть розация, есть переоральные дерматиты, то есть изначально на что наносится эта косметика, надо понять, в общем, изначально что с кожей, потом понять, что за уходовая косметика, насколько она с активными, там, какими-нибудь, например, антиэйдж компонентами, а потом уже подбирать ту, которая можно. Значит, вообще, в принципе, существует дерматологическая косметика, которая продается в аптеках, и которая подходит для кожи с различными типами проблем, то есть это для сухой кожи, для проблемной кожи, для кожи с розацией, для чувствительной. Тут надо обсудить, там, либо с виргологом, либо с дерматологом, то, что вам будет больше подходить. К сожалению, провести какое-то тестирование и понять, что вот на какой-то там компонент есть реакция, на какой-то нет реакции, ну, вот, вот прям разложить по ингредиентам косметику, да, и потом по ингредиентам ее собирать, нет, таких возможностей у нас пока нету. Единственное, что мы можем советовать использовать ее сначала на руке, там, за несколько суток, если есть тенденция к таким реакциям, и потом уже наблюдать. Ну, имеет смысл, конечно, с дерматологом проконсультироваться сначала. Так. Да, и заключительный вопрос про глютен. Может ли быть аллергия на глютен, но по анализам нет? Скорее, смотря, что за анализ, если специфический иммуноглобулин Е, ну, вряд ли, но глютен может быть патология со стороны желудочно-кишечного тракта, когда есть непереносимость, так как глютена. Надо понять, что за реакция. В основном, если это желудочно-кишечный, то тогда это больше вопросы к гастроэнтерологу. Тут надо посмотреть, проконсультироваться. Но если это специфический ЕГЕ и жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, то в первую очередь целесообразно сходить к гастроэнтерологу. Так. Я так понимаю, на этом вопросы заканчиваются, да? Так что всех приглашаем на консультацию в наш центр терапии и профилактики. Буду рада всех видеть. И помочь в этой трудной борьбе с аллергией. Спасибо. Да, спасибо вам большое. Здесь в чате слова благодарности вам за полезную, нужную информацию. Благодарим вас. Спасибо. Всем хорошего дня. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok